книга открытым оком тема священства том 26 вопрос 3767 что-то давно не комментируете новые книжки в православии если там что достойное внимание отвечает игнатий тихонович лапкин про все я не могу сказать а вот есть некоторые даже вполне близкие мне по духу удивительно как осмелели попы или уж действительно почувствовали что если так и продолжать как у них везде то скоро придется храма отдавать мусульманам и сектантам о некоторых наших ошибках игумен петр мещеринов даниловский благовестник москва 2007 год данилов мужской монастырь приглашение к диалогу 48 страниц 10 тысяч экземпляров по благословению патриарха алексия второго игумен петр насельник даниловского монастыря преподаватель патриаршего центра духовного развития детей и молодежи автор многих статей по насущным вопросам современной церковной жизни страница 4 благовествование христа и спасения в нем как сути церкви нередко подменяется проповедью внешней церковности в основе этого лежит мысль привести человека к богу через обряд причем последний может восприниматься с известной долей магизма по образному выражению одного батюшки мы склонны проповедовать купола и колокола а не христа и нравственную жизнь часто можно услышать такие например советы новоначально ты вот постись ходи в церковь читай такие-то и такие-то молитвы съезде обязательно в такую-то обитель к царств к старцу отслужи молебен такой-то иконе и прочее и прочее наставляемый говорит да я не понимаю ничего что в церкви происходит и молитвы мне непонятны на это следует такой ответ но и ничего что ты не понимаешь главное что бесы понимают а тебе не надо ничего понимать то есть как бы все само собой автоматически где-то там на небе произойдет а ты только выполнять то-то и то-то это и есть магизм страница 6 спросил как-то молодого человека который ходил к протестантам почему так что его не устраивает в православии он ответил я два года ходил по московским храмам и слушал проповеди и в 90 процентах проповедей я не слышал ничего о христе и евангелии а у протестантов хоть как-то говорят страница 11 отмечу две причины принижение роли священного писания и неправильное восприятие священного предания церкви две стихи церковь божию питающие суть слова божия и таинство писал феофан затворник евангелие и все священное писание дано нам богом для того чтобы мы узнавали из него волю божию и жили в соответствии с ней священное писание потому должно преимущественно изучать христиан преподобный серафим саровский советовал так навыкнуть к новому завету чтобы ум как бы плавал в словах писания преподобные антоний великий говорил что на всякое дело делаемая нами мы должны иметь свидетельство священного писания однако в нашей повседневной жизни оказывается нередко что не очень то она интересно и нужно православным не раз я сталкивался с тем что человек и в церковь ходит и в таинствах участвует и считает себя православным и даже активно борется за православие а новый завет не только не знает как должно но даже и целиком то не прочитал есть и в кавычках объяснение этому евангелие де идеал а мы люди грешные нам до идеала далеко конечно евангелие указывает нам на идеал христа господа но само евангелие 8 идеала выражаясь современным языком точная и не отменимая инструкция в жизни без постоянного соблюдения которое никакое христианство невозможно к сожалению когда мы стремимся воцерковить своих ближних редко мы обращаемся к священному писанию между прочим протестанты подкупают молодежь в том числе и тем что они их активно изучают писание мы беспокоимся как нам противостоять сектантам а вот начать с того чтобы евангелие перестала бы для нас только святыни для лапзания а стала активно воплощаться в нашей жизни и в образе мыслей и в образе действий мы же из церкви делаем этнографический музей мы же погружаясь в дебри простите мы же из церкви делаем этнографический музей мы же погружаясь в дебри аскетической письменности не только не приобретаем но и теряем эти качества нас интересуют глубины иисусовой молитвы абсолютные послушания мистические духовничества типиконское постничество и прочее гоняясь за этими журавлями в небе мы нередко выпускаем из рук синицу обыкновенного человеческого здравомыслия и получается так как сказал святитель василий великий высокопоставленному чиновнику начитавшемуся книжек и ушедшему в монастырь ты и сенаторство потерял и монахом не сделался приобретя ангельский чин смотри не утрать человеческого страница 17 без христа все абсолютно бессмысленно пусть даже и в церкви двоеверия явление традиционная для руси характеризующиеся принятием и усвоением обрядовой стороны православия при том что до жизни остается языческим не копируемая теперь как раньше в царской россии целенаправленными пастырскими усилиями получила широкое распространение все церковное к чему прикасается язычество профанируется и опошляется так что многие люди по церкви понимают не христа и христианскую жизнь а масленицу красную горку яблочные и прочие спасы народные приметы и тому подобные вещи отсюда и происходит птичий язык может ли наше спасение быть медовым можно ли господа нашего иисуса христа назвать яблочным вот это и есть самый настоящий глубок когда мы говорим о куличах и постах особо посвященное лицо жарец или маг должно точно выполнить то или иное обрядовое действие если оно правильно совершено если учтены все значимые потусторонние обстоятельства дела то результат гарантирован независимо от внутренних расположений сердца человека от его веры взглядов в дел нравственного состояния и прочее главное учесть все обстоятельства и скрупулезно точно посвященным лицом исполнить определенный род действий если магизм проникает в церковь он коренным образом извращает внутренний строй христианина так что фактически перестает им быть хоть может быть внешне весьма воцерковленным человеком магизм в церкви прежде всего извращает отношения человека к богу извращает саму мысль о боге магическая точка зрения стоит на том что богу нужен только обряд правильно вовремя исполнены в остальном человек богу ничего не должен и отношения человека и бога этим вполне исчерпывается церковь у нас превратилась в некую белую магию православного обряда пастырям проще выступать в роли жрецов отслужить молебен или требу и получив плату на этом закончить созидание церкви людям же легче поставить свечи написать записки пройти по канавке и тому подобное в надежде что они автоматически окажут нужное магическое действие чем разбираться в своей жизни и строить ее соответствии с евангелием внешний антураж у многих пастыря в огромном количестве церковной литературы имеет место именно лубочная псевдо церковное христианство почему-то многие считают что работа мысли вредит чистоте церковной жизни смотрят на жизнь сквозь узкую щель лубочного мировосприятия происходит подмена бога и церкви ее служителями послушание становится предметом спекуляций рабским подчинением только отдаляющим человека а до господа на духовников сваливается вся жизнь паствы люди хотят взамен свободы получили гарантию спасения но отказ от свободы есть отказ от христианства духовники становятся безраздельными властителями покривляется весь строй не только христианской но вообще жизни манипуляция жизнью подвластных других религиях для решения ровно этих же вопросов существуют гуры гуру шейхи шаманы ламы царики и друиды и прочее церковь становится для людей друиды и прочее церковь становится для людей магией преподобный серафим говорил что когда он говорил от себя а не от духа святого то бывали ошибки мифологизация всего что связано со старцами в жизни описание одного из них мы читаем что тот матерился пил водку хулиганил и тому подобное все это превращает нашу религию из благовествование о боге зловествование сапером на минном поле и должен быть старец педагогический процесс всегда одинаков сначала педагог плотно учит человека а зам то есть начальным элементарным навыкам своего дела затем ученик обретает все большее мастерство творческую свободу становится подмастерьем потом и мастером способным уже и других учить у нас же плоды плохи просто беда в людях воспитывают безответственность несвободу кликушество ложный патриотизм и прочее книга рука вакуума 29 горе тому кто говорит и дереву встань и бессловесному камню пробудись научит ли он чему-нибудь вот он обложен золотом и серебром но дыхание в нем нет проки а или 15 пробудитесь пьяницы и плачьте и рыдайте все пьющее вино о виноградном соке ибо он отнят от уст ваших